МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север, в студии Ольга Русул. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия начала специальную военную операцию. Президент Владимир Путин выступил с обращением. 400 семей региона улучшили свои жилищные условия. В 15 многоквартирных домах провели капитальный ремонт. 11 миллионов 364 тысячи рублей. Такова стоимость операции лечения подростка из села Тельвиска. Мстислава Никонова. И в начале выпуска главные новости. Россия начала специальную военную операцию. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Мы видим, что те силы, которые в 2014 году совершили на Украине госпереворот, захватили власть и удерживают ее с помощью, по сути, декоративных выборных процедур, окончательно отказались от мирного урегулирования конфликта. 8 лет, бесконечно долгих 8 лет, мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными политическими средствами. Все напрасно. Как уже говорил в своем предыдущем обращении, нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с вами. Именно эти устремления, чувства, боль людей и были для нас главным мотивом принятия решения о признании народных республик Донбасса. Гражданскому населению Украины ничего не угрожает, заявили РИА Новости в Минобороны России. 144 новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей региона за минувшие сутки. 216 пациентов прошли курс лечения и выздоровели. В числе заболевших в основном жители Нарьинмара и поселка Искатели. Также заболели 20 детей. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 подтвержденными результатами ПЦР-лаборатории уровня референс находится 734 человека. Еще у двоих пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом ИФА. В целом на лечении в регионе находится 736 человек. Из них стационарное лечение получает 35 человек, амбулаторное 701. Напоминаем, в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Обязательный масочный режим системы QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача по Ненецкому автономному округу об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. 400 семей региона улучшили свои жилищные условия. В прошлом году в 15 многоквартирных домах города Нарьинмара и поселка Искателей провели капитальный ремонт. Как пережили зиму в новых условиях, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Жители дома номер 11 по улице Угольная страдали от постоянных протечек крыши. Будь то дожди или таянии снега, вся вода попадала в помещение. Ремонтировали точечно, где протекает там и латали. Однако ничего не помогало. Крыша была из шифера. Латание отдельными листами приводило, давало небольшой эффект ненадолго. И постоянно опять крыша текла из-за снега. Снег с крыши съезжал, ломало подъезды. Постоянно все протекало там. Постоянно делали косметический ремонт. Сейчас сделали нормальный, серьезный ремонт. Заменили шифер на черепицу. Сделали, во-первых, красиво. Во-вторых, качественно. Крыша не протекает. Сделали перекрытие, все утеплили перекрытие. На самом деле, все по технологии, все красиво и эффективно. Сейчас соседи, никто не жалуется по поводу протечек крыши. Надеюсь, это весна. Там и подтверждение будет. По программе капитального ремонта здесь был проведен капитальный ремонт крыши. А также утеплено чердачное перекрытие. Те же самые работы провели и в доме номер 3 по улице 60 лет СССР. По крайней мере, здесь была замена коммуникаций. Это плюс, главное, то, что стало теплее в домах. Второе, замена кровли произошла. То есть никаких капелей больше, ни протечек и так далее избавились. И получается, здесь была замена утепления чердака, чердачного помещения. То есть в квартирах стало гораздо теплее. Также тепло пришло в дом номер 11 по улице Меньшикова. Здесь утепляли фасад. Уютно сделали. Инженерку тоже сделали, так сказать, организованно все было. Не особо страдали жители. Хотя, конечно, все приходилось разбирать, отодвигать. Ну а сейчас, когда уже все сделано, так в прошлое все позади. Все спокойно. Вот мы уже год прожили, потому что мы как бы тот год не считаем, потому что у нас зимой, как говорится, делали все. А вот так тепло. Даже ядок, например, даже не прибавляю. У нас сейчас сделаны батареи очень хорошо. Можно прибавить, можно убавить. Так я даже не прибавляла. Даже зимой не прибавляла, потому что температура была хорошая. Жители относятся к капитальному ремонту очень хорошо, потому что чувствуют после него плюсы, которые происходят. То есть устранение протечек кровли, например, либо более теплое стало помещение внутри после ремонта, обшивки, например, здания. Также один из плюсов программы капитального ремонта – в случае обнаружения недочетов их исправляют в кратчайшие сроки. Региональный оператор, так же, как и подрядная организация, в рамках жилищного законодательства несет гарантийные обязательства за качество тех работ, которые были выполнены. То есть если собственники или управляющая организация обнаружит какие-то некачественные работы, они обращаются к нам, и мы разбираемся в ситуации, ищем причины, и подрядная организация устраняет эти недостатки. К слову, в приемке работ по капитальному ремонту в обязательном порядке участвуют представители собственников помещений, органов местного соуправления и управляющих организаций. По поручению губернатора работы по капитальному ремонту были синхронизированы с работой по текущего характера. То есть управляющие организации после капитального ремонта проводили косметический ремонт подъездов. В целом в прошлом году улучшили условия своего проживания порядка 400 семей. В 2021 году по программе капитального ремонта отремонтировали 15 многоквартирных домов общей площадью 24,3 квадратных метра. Стоимость выполненных работ составила 112 миллионов рублей. Из них за счет средств собственников – 28 миллионов. Из окружного бюджета – 84 миллиона рублей. На 2022 год запланировано отремонтировать 18 домов в городе и поселке Искателей. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Барьерные ограждения или отбойники на зимних дорогах в северных регионах. Установленные в соответствии с ГОСТом создают немало проблем автомобилистам и тем, кто эти дороги содержит. В условиях Тундрына насквозь продуваемых дорогах барьеры сдерживают снег. В результате чего в местах, где отбойники установлены, образуются узкие коридоры, мешающие движению транспорта. В Ненецком округе это касается как зимника, так и строящейся дороги на Ринмар-Усинск. Нынешняя метельная зима тому подтверждение. Впрочем, проблема не новая. Мы не случайно совместно с депутатами Государственной Думы отрабатывали вопрос, чтобы отказаться от этих барьерных ограждений. Отказаться. И вместо них сделать в нашей арктической зоне тросовые ограждения, которые по сути не будут задерживать снег, но при этом будут обеспечивать безопасное движение автомобилей. На сложных участках. Минтранс России принял положительное решение и изменил государственный стандарт по отношению к дорогам, расположенным в арктической зоне России. В ходе совещания главы региона с руководителями органов власти в режиме ВКС руководитель профильного департамента доложил Юрию Бездудному о пилотных действиях ведомства по изменению типа барьерных ограждений на одном из ранее построенных участков автомобильной дороги на Ринмар-Усинск, где срок эксплуатации отбойников подходит к завершению. Поэтому мы поменяем небольшой участок на тросовые. Сейчас ЦСЗ прорабатывает вопрос изменения технического задания и отрабатывает с подрядчиком, чтобы это сделать на этих участках. Также Павел Масюков отметил, что технические задания в отношении еще не построенных участков дороги будут изменены. Еще один вопрос повестки совещания главы региона в вхождение муниципалитетов Неницкого округа федеральную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры на госпрограмму по развитию систем жилищно-коммунального хозяйства страны. Фонд содействия реформированию ЖКХ получит до 150 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния. Эти средства направят на выдачу долгосрочных займов на реализацию проектов модернизации систем тепла и водоснабжения. Речь идет о займе на 30 лет под 3% годовых. В первые 5 лет не требуется гашение основного долга. Фонд предоставляет заем в размере до 80% от стоимости реконструкции и модернизации объекта. Остальное 20% – это средства предприятия или бюджета муниципального образования. Как отметил Павел Масюков, единственное ограничение по выдаче займа – стоимость проекта должна составлять не менее 100 миллионов рублей. Однако в проект могут войти несколько объектов, например, три водовода. Сейчас необходимо муниципальным образованием совместно с их предприятиями отработать формы, которые мы им направили, заполнить их и уже сформировать план, к которому идут эти объекты. И направляем фонд. Он предварительно одобряет, а дальше уже, в принципе, практическую плоскость уже заключает соглашение с фондом и заемщик заключает договор от займа также с фондом. Юрий Бездунный поручил профильному департаменту провести совещание с главами поселений, руководством Заполярного района Наринмара и Искателей. И объяснить коллегам, что необходимо сделать для того, чтобы войти в эту государственную программу. Для нас это окно возможностей. Но мы же понимаем, что в целом для нашего округа зима – это испытание. Испытание на прочность. И для нас очень важно, чтобы все системы жизнеобеспечения были максимально надежными. Василий Хатанзейский, Леонид Шишлов, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Внимание! Штормовое предупреждение. Ночью 25 февраля ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду. Под действием неблагоприятных явлений попадает западная часть Ненецкого округа. Также усиление ветра до 20 метров в секунду ожидается и в восточной части. 25 февраля по Ненецкому автономному округу ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой местами умеренный снег. Ночью на востоке округа без существенных осадков, местами метель. Ветер южной четверти силой 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду. Ночью и утром по западному побережью порывы будут достигать 25 метров в секунду. Температура ночью составит минус 8, минус 13, при прояснениях минус 17, минус 22. В связи с этим главное управление МЧС России по Ненецкому округу рекомендует жителям плотно закрыть дома все двери и окна. Убрать с балконов и лоджии предметы, которые могут выпасть наружу. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. Опасаться элементов кровли, сорванных ветром, выбитых стекол на строящихся или ремонтируемых зданиях. Не находиться рядом с деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Так как сорванные ветром сучья представляют опасность. Если скорость ветра достигает критической отметки, то держаться дальше от окон дома или рабочего помещения. Школьники и студенты Наринмара смогут на один день заменить руководителя администрации города. С 28 февраля стартует прием заявок на участие в Дне молодежного самоуправления. Участниками мероприятия могут стать школьники и студенты в возрасте от 16 до 21 года. Прием заявок продлится с 28 февраля по 21 марта. Заявки поддаются лично в администрацию города. Мероприятие проводится в целях вовлечения молодежи Наринмара в процесс социально-экономического развития города. Подготовки и приобщение социально активных молодых людей к управленческой деятельности. Подведение итогов и награждение участников мероприятия осуществится в день проведения Дня молодежного самоуправления в присутствии представителей администрации города и организационного комитета. Мероприятие состоится 15 апреля. Подробности по телефону, который вы видите на своих экранах. Врачи израильской клиники Шнайдер готовы провести операцию по трансплантации костного мозга подростку из села Тельвиска Мстиславу Никонову. Напомню, у мальчика рак третьей степени лейкоз. Общая стоимость лечения составит почти 350 тысяч долларов. Половину этой суммы нужно внести на счет клиники до конца февраля. Только после этого врачи готовы принять Мстислава. Два года назад Мстиславу Никонову поставили страшный диагноз – рак третьей степени. После чего школьник перенес несколько блоков химиотерапии и вошел в ремиссию. Но осенью прошлого года у мальчика случился рецидив. Болезнь переросла в острый телемфобластный лейкоз – заболевание крови. В декабре и январе ему срочно провели два курса высокоточной химиотерапии. Но положительного результата достичь не удалось. Как выяснилось, отечественные препараты Мстиславу не подходят. Необходимы импортные – более сильные. Благодаря неравнодушным жителям Ненецкого округа средства были собраны в короткий срок. Что позволило оперативно купить и доставить зарубежные медикаменты. И вовремя продолжить лечение в Архангельске. В Архангельске в боксе под круглосуточным наблюдением врачей, медперсонала. Папа находится с ним тоже круглосуточно. Переливание крови уже третий день ему делают, повышают тромбоциты, лейкоциты, гемоглобин. Все это упало практически по нолям. Поэтому самочувствие у него слабенькое лежит. Сейчас, пока Мстислав находится в тяжелом состоянии и показатели здоровья после высокодозной химиотерапии упали, разрешения на перевозку нет. Тем временем начать лечение и провести операцию по трансплантации костного мозга готовы врачи израильской детской клиники «Шнайдер». После того, как Мстислава ведут в ремиссию. Мы связались с тремя клиниками. Три клиники нам отказала, тоже в Израиле. Одна клиника «Шнайдер» дала согласие, пересмотрев полностью выписку, посмотрев полные последние анализы. Сказали, что есть шанс, есть возможность ребенка вылечить, провести трансплантацию. И выставили официальный счет – это 348 тысяч долларов. Половину этой суммы нужно внести авансом. Времени на сбор средств остается мало. Уже в начале марта врачи клиники ждут Мстислава. К этому времени также станет известна информация по поиску донора. Диагноз сложный, болезнь прогрессирует, дорога каждая минута. В конце недели будет проведен контрольный анализ, который покажет, вошел Мстислав в ремиссию или нет. Если ответ будет положительный, то надо незамедлительно начинать пересадку костного мозга. Возможно, второго шанса у мальчика не будет. Он у меня крепкий, сильный, всегда на позитиве, поэтому расслабляться ему не даем. Нужно бороться, нужно верить, нужно надеяться, что все будет хорошо, что он поправится. Огромную помощь и поддержку нам сейчас оказывают жители округа. Мы связали с нами волонтеры из Архангельска, из Севердвинска, создали группу поддержки для Мстислава. Туда также могут вступить все жители округа. Все, кто может помочь Мстиславу Никонову, могут перечислить денежные средства по реквизитам благотворительной организации «Три единства», которые вы видите на своих экранах или по номерам телефонов родителей Мстислава. Александра Литкова, Антон Бодряков, Телеканал «Север». Рак боится смелых. В Ненинский округ приедут онкологи из Национального медицинского исследовательского центра. В рамках рабочего визита делегация проведет в Нарьинмаре просветительско-диагностическую акцию по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний. Приемы, консультации и обследования пациентов состоятся 16 и 17 марта. На базе Ненинской окружной больницы, чтобы попасть к приезжим специалистам, необходимо до 2 марта включительно заполнить анкету на сайте Ненинской окружной больницы. После этого сотрудники Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина сформируют списки пациентов и пригласят на прием. Предварительная запись требуется для подготовки к обследованию, а также для подготовки анализов. Вся дополнительная информация будет сообщена пациентам после регистрации на акцию, то есть после заполнения анкеты и ее обработки. Приемы пациентов будут организованы по следующим направлениям. Онкомомология, онкогинекология, онкоурология, онкопрактология, онкодерматология, опухоли области головы и шеи, грудной клетки и брюшной полости, детская онкология и гематология. Отметим, программа акции включает в себя также проведение научно-образовательной программы, лекций, докладов и мастер-классов для окружных специалистов. Просветительско-диагностическая акция «Рак боится смелых» направлена на привлечение внимания общественности к актуальным проблемам профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний, формированию навыков самодиагностики, повышение онконасторожности медицинских работников первичного звена, диагностику условно-здорового населения на наличие онкологических заболеваний. На этом у меня все, далее прогноз погоды, оставайтесь с нами, до встречи в эфире.